Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас сладкий мукбанг, который вы так ждали. У нас вот такие вот булочки, которые приготовила моя мамочка. Рецепт будет в ближайшее время на мамином кулинарном канале, который называется iCook. Наверное, сегодня не успею смонтировать, но завтра уже скорее всего будет. Давайте приступим. Я, если честно, не люблю, когда создают какую-то интригу. Меня даже в какой-то степени это раздражает, поэтому я тоже не буду это делать. Помните, в прошлом видео, во вчерашнем, я вам сказала, что в моей жизни должно было произойти что-то интересное. Так вот, ничего не получилось. Многие там начали писать про предложение, что я выхожу замуж. Нет, ребят. Дело тут было в квартире. В общем, я хотела купить в ипотеку квартиру. Но я хотела в очень короткий срок, чтобы не переплачивать проценты. Но, к сожалению, сегодня обедом мне позвонили и сообщили о том, что мне отказано. Хотя мне сказали, что в течение трех дней дадут мне знать. Это была трехкомнатная квартира. 137 квадрат. Дело просто было в том, что я не хотела брать на 15 лет, на 20, на 25. Мне эта ноша, этот груз на такой длинный период не нужен. Там просто такие проценты вы переплачиваете. Просто платите, как за две квартиры. Я понимаю, если ты все равно сдаешь, ой, снимаешь квартиру, чем снимать у кого-то, лучше платить за свою. Но так как я не снимаю квартиру, живу в своей, такой срочной надобности платить огромные проценты, платить как за две квартиры. Я не увижу смысла. Хотела купить, но вот, к сожалению, не получилось. Квартира была клевая, на 11 этаже. У меня день рождения 11. Просторная, несмотря на то, что это трешка. Такая большая. Там гостиная. И кухня была вместе. Я как раз так хотела. Панорамные стекла. Обожаю панорамные стекла. После того, как уже подала заявку, оказывается, там коммунальные услуги стоят безумно дорого. Поэтому именно ЖК. Ну, это просто была квартира моей мечты. Мы сходили, посмотрели. И как я зашла туда, я сразу, сразу такая думала, здесь будет прихожая, здесь будет ты, здесь будет такая кухня, тыры-пыры. Вообще всегда, когда я говорю про то, что я хочу сделать, в конце нифига не получается. Мама всегда говорит, сначала сделай, а потом расскажи всем. И это правильная позиция. Но, к сожалению, я такой человек, я не могу молчать, мне надо всем рассказать. там был вариант взять ее, но только не за такой короткий срок, а взять ее на 15-16 лет. А меня это не устраивает, потому что тогда я переплачиваю почти вдвое. В общем, такие плохие новости. Для меня лично это плохие новости, потому что я думала, что где-то через неделю я вам уже буду показывать, тыры-пыры рассказывать. Не фартануло, не получилось. Некоторые в комментариях пишут, Айка, ну не ной, не знаю, не рассказывай про проблему, у нас тоже портится настроение. Мне кажется, я должна делиться не только своими удачами, но и какими-то поражениями тоже. Сразу скажу, я хотела взять ипотеку не через банк, а напрямую за стройщика. За стройщик мне отказал, как бы получается. И мне нужно было обратиться в банк. Когда через банк, это страховка себя, там, не знаю, куча всего просто. Куда не зайдешь, везде комиссия. Комиссия за обналичивание, комиссия за это, за то, за третье-десятое. Но все, что не делается, все к лучшему. Я вам сразу не буду говорить стоимость этой квартиры, потому что все скажут, Айка, зачем тебе такой груст, ты что, больная? Просто квартира стоила дешевле рыночной стоимости. Продавали чуть дешевле. Коронавирус, война, все эти дела. Поэтому. Ну, ничего страшного, все, что не делается, все к лучшему. Так что все это фигня. Давайте поотвечаю на вопросы. Кстати, под видео с онлайт мне одна девушка написала, что Айка специально купила эти изделия, потом обратно вернет в магазин. Просто чисто, чтобы снять видео. Мне так смешно стало. Как-нибудь во влоге я обязательно покажу в шкатулке все эти изделия. Чтобы вам было спокойнее, что они все у меня. Ничего я обратно не сдавала. Обожаю золото. Как-то темно, или мне кажется. Надо было добавить яркости. Просто на улице такая погода, прям туман. Пасмурно. Не выглядывает солнышко, снег. У нас минусовая температура. Это очень холодно. Вроде конец февраля. Обычно в январе немножко холода бывает. Уже который день хочу себе устроить шоппинг-влог. Никак не получаю. Не получаю хорошую погоду. А прям мороз. И у нас в Азербайджане у нас машин нет вот этой вот шины зимней. Так скажем. Потому что она просто не нужна. И получается в такую погоду, когда уже гололед на улице, там немного снег подтаял, а потом резко мороз, получается каток. Вчера вечером где-то в 7 мне написала девочка, не совсем девочка, девушка, у которой семеро детей. и просила рассказать про свою ситуацию. Семеро детей. Семеро детей, они же не появились вдруг. Вот вы проснулись, у вас семеро детей. К этому вы потихоньку шли сознательно. В 21 веке мне кажется, это очень сложно. Тем более, если нету постоянной работы, нету мужчины, который рядом вам будет постоянно помогать. хорошо, что еще в России вот эти вот материнские капиталы и все дела тоже как-то помогают. А то самому поднять, да ладно еще поднять в материальном плане, это еще и морально очень сложно. У нас на работе есть нянечка. Не знаю, у вас называется, по-моему, борщица, но у нас нянечка. И вот у нее восемь детей, представляете? Восемь. Ей вот безумно сложно. Это, конечно, хорошо, что человек любит детей, не делает аборты. Это огромный просто плюс. но обеспечить, всем подарить вот эту любовь, это все сложно. У моей бабушки и сестра у нее 11 детей. 10 или 11. Я считаю, что она просто героиня. В то время не было стиральных машин, не было посудомоечных машин, не было пылесосов, памперсов, влажных салфеток. Куча просто дел, огород туда-сюда, и все это успевали. В то время женщины были более выносливые, на мой взгляд. В общем, на этом все, ребят, я наелась. Было очень вкусно, очень сытное. Рецепт в ближайшее время будет на Айкуке. Обязательно ставьте лайки. Огромное вам спасибо за подписки. В прошлом видео я просила всех подписаться. Вы так и сделали. Огромное вам спасибо за это. На этом все. Всех люблю, целую. Пока.